Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Сусеков Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и профессор кафедры клинической фармакологии Академии. После окончания Томского медицинского института в 1986 году Андрей Сусеков полностью посвятил себя научной и клинической деятельности в области диагностики и лечения атеросклероза и дислепидемий. В 1992 году он защитил кандидатскую, а в 2007 докторскую диссертацию. Стажировался в Королевской аспирантской школе-госпитале «Хаммерсмит» в Лондоне на медицинском факультете университета Западной Австралии в Перте, где наряду с изучением метаболизма липидов консультировал больных с дислепидемиями и читал образовательные лекции для врачей. В настоящее время Андрей Владимирович принимает активное участие в разработке и внедрении образовательных программ по дислепидемиям и атеросклерозу в Российской Федерации. Профессор Сусеков – член правления Национального общества по изучению атеросклероза, член Европейского и Международного общества атеросклероза, Национальной липидной ассоциации США, Британская липидная ассоциация и других международных ассоциаций специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Он автор и соавтор более 200 научных работ, двух монографий, двух глав в руководствах для практикующих врачей. Андрей Владимирович Сусеков в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Андрей Владимирович. Спасибо, что нашли время при вашем сложном графике, я знаю. Наша программа посвящена человеку как продукту биологической эволюции. И сегодняшний наш выпуск мы решили посвятить древнейшему приобретению этой самой эволюции. Но современное человечество пытается противостоять этому эволюционному достижению. Как именно? Некоторым, по крайней мере, некоторым его формам. Не всему. Вы сейчас поймете, о чем речь. Ну и, как вы догадались, глядя на этот слайд, речь пойдет о холестерине. Андрей Владимирович нам расскажет, как, а главное, почему человечество все-таки каким-то формам холестерина пытается противостоять. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Спасибо большое, что пригласили. Для меня всегда большая честь и одновременно ответственность выступать в вашей студии. Но без предисловий, давайте перейдем к делу. Итак, я назвал свою лекцию лаконично про холестерин. Холестерин необходим для функционирования в клеточных мембранах. Субстрат для синтеза астероидных гормонов и других важных веществ, витамина Д в частности, синтезируется всеми клетками организма. Некоторые думают, что только в печени. На периферии идет до 80% сборки холестерина. Наконец, я согласен и поддерживаю концепцию, что он токсичен, когда присутствует в избытке. Об этом мы сегодня подробно поговорим. И разрушается и удаляется только печень. Очень важный, немного перегруженный слайд, но он задаст вектор нашей дискуссии, я надеюсь, в правильном направлении. Итак, человеческий младенец, и плод человека имеет минимальную концентрацию холестерина общего и низкой плотности. По-общему это 2 ммол на литр, по низкой плотности это 1 ммол на литр. Собственно говоря, в левой части моего слайда вы видите фотографии млекопитающих. Все они имеют минимальную концентрацию и общего холестерина, и холестерина низкой плотности в районе 1,3 ммол на литр. В правой части слайда это, собственно говоря, та таблица, которая нам сегодня пригодится в дискуссии. В своем самом злокачественном течении атеросклероз – это гомозиготная форма семейной гиперхолестериномии. И в своей клинической практике я встречал немало таких больных. Максимальная концентрация вот здесь 28 ммол на литр. В свое время, когда я острожевался в Лондоне, у меня были пациенты из Индии. Вот одна из пациентов, девочка Фарханна, у нее было 28 ммол на литр концентрации холестерина. При норме мы видим у здорового взрослого здесь 6. Это то, что эпидемиологические исследования нам говорят. Но в норме, конечно, должно быть меньше. Далее гетерозиготная форма распространенная, но менее злокачественная, скажем так. Концентрация в диапазоне общего холестерина 8-12 ммол на литр, что в 3-4 раза больше, чем в норме. Здоровые взрослые Российской Федерации, так же, как, скажем, Великобритания или Северная Европа лет 20 назад, в районе 6 ммол на литр. Я взял эти данные из российского исследования Оскар. Она хорошо известна. Это здоровые или считающие себя здоровым? Аля здоровые. Это то, что меряют эпидемиологи, то, что в реалиях присутствует плазма крови большинства россиян. Должно быть меньше, конечно. Ну и далее, собственно говоря, в нижней части слайда вот эти цветные фигурки зеленого, бордового, светло-синего и оранжевого цвета. Это, собственно говоря, то, что мы сегодня будем обсуждать. Пациенты низкого риска. Ну, кто это люди? Это студенты, которые закончили университеты, наши дети, молодые специалисты до 35 лет. У них концентрация холестерина должна быть, поэтому здесь знак меньше. Должна быть не больше 5 ммол на литр. Далее умеренный риск. Это диапазон 35-40, может быть, 45 лет. Здесь около 4 ммол на литр, не больше. Это то, что обеспечивает в какой-то степени чистоту сосудистой системы по данным европейских и других международных рекомендаций. Пациенты высокого и очень высокого риска – это больные люди, перенесшие инфаркт, миокарды, инсульт, те же больные с семейной гиперхолестериномией. Здесь правило простое. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше гарантируют, что болезнь не прогрессирует, хотя уже были сигналы инфаркта или инсульт. Это обеспечивает хорошее качество жизни и известную продолжительность жизни. Это уже лечение. Ну, наконец, младенцы, об этом я уже говорил, 2,3 ммол на литр. Теперь, уважаемые коллеги, давайте посмотрим в левой части слайда научные данные, конкретные концентрации холестерина у человеческого плода, 33-34 недели. По-общему, холестерин, я уже сказал, 1,88, округляем 2 ммол на литр. Это то, что заложено природой. Далее, следующий абзац, это персиковый цвет на слайде, 4-5 месяцев, 6-8 лет, диапазон от 4,5, условно говоря, это дети. Далее, желтый цвет, это уже подростки, вплоть до 15 лет, 4,5-2 ммол на литр по общему холестерину. Ну а далее, собственно говоря, взрослые, видите, диапазоны возрастные по максимуму 39, 59, 74 года и соответствующие значения для общего холестерина и для холестерина низкой плотности. Вот это, собственно говоря, физиология. В правой части, опять же, европейские рекомендации, 19-й год, мы живем под гидой европейских рекомендаций эти правила игры, задали эксперты в свое время, мы должны им следовать. Что касается больных, высокого риска, умеренного и так далее, и так далее. Здесь уже не общий холестерин, а холестерин низкой плотности или плохой холестерин, все об этом хорошо знают. Что такое плохой холестерин? Посмотрите, что получается. Фактически, европейские рекомендации задают для больных те же значения, что и для человеческого младенца. Чем меньше, тем лучше. 2-3 ммол на литр по общему холестерину или меньше 1,4 по низкой плотности. Соответственно, высокий умеренный риск назначены соответствующие целевые уровни холестерина низкой плотности. Не буду повторяться, они на экране. И это то, что должно достигаться либо немедикаментозными методами диета, физическая активность, снижение количества насыщенных журов и так далее, либо медикаментами. Потому что, к сожалению, задав вот такие жесткие целевые уровни для низкого риска, например, меньше 3 ммол на литр, фактически те же самые наши дети, студенты, закончившиеся университеты, молодые специалисты, 35 лет, фактически должны принимать статины. Согласны ли мы с этим? Наверное, нет. Но вот такие правила игры задают тренды в науке, десятилетия научных исследований. И мы должны с вами каким-то образом провести сопряжение. То, что дает нам высокая наука в октябре 2022 года. И как мы должны вести себя как врачи с нашими пациентами, что мы должны советовать реалистично, как, собственно, защитить себя от первого инфаркта миокарда и как улучшить качество жизни у больных, у которых уже были инфаркты миокарда, и максимально продлить жизнь наших пациентов. В свое время, активно общаясь с коллегами в зарубежных поездках, на конгрессах, я попросил Альберда Вейгмана из Амстердамского медицинского центра подарить мне этот слайд для того, чтобы обсуждать с нашими врачами и с коллегами. Здесь очень важная информация. Итак, те больные, о которых я уже сказал, тяжелые больные с гомозиготной формой семейной гиперхолестериномии, имеют минимальную продолжительность жизни, если их не лечить. Обратите внимание, в среднем столбике мы видим диапазон холестерина низкой плотности вплоть до 13-30 ммл. Это экстремальное значение холестерина, которое требует, конечно, срочного лечения. Кстати, такие больные относятся к категории неотложной липидологии. Мы знаем, что есть понятие неотложная кардиология, неотложная онкология, а вот есть в нашей области понятие, как неотложная липидология. Это как раз тот случай. Ветерозиготная форма, их очень много, об этом чуть позднее. Диапазон чуть меньше, 3,5-13 ммл. И без лечения инфаркт миокарда может случиться в 3-4 декаде жизни, 35-50 лет, в зависимости от генотипа, от набора генов. Наконец, норма лепидемии, как раз 1,7-3,4 ммл. Вот по верхней границе можно ориентироваться, какой средний уровень холестерина у пациентов умеренного риска. У россиян 35-45 лет. И без лечения первый инфаркт можно посмотреть в регистрах, инфаркт миокарда 70-100 лет. Вот есть люди-счастливчики, люди, у которых есть мутация PCSK9 с потерей функции, это проконвертаза PCSK9. Эти счастливчики пожизненно имеют низкую концентрацию холестерина. А это не отражается на других функциях организма? Вот как они живут? Вы знаете, в литературе всего два случая. Зарубежная публикация из Южной Африки. Две женщины, по-моему, 35 лет, вторая 24 года, одна фитнес-тренер. И вот они живут себе припеваючи. У них инфарктов миокарда теоретически нет. Более того, я вам скажу интересный факт. В свое время, когда я активно изучал литературу по PCSK9, я встретил метаанализы. Эти люди не страдают и от онкологии. И на своих лекциях я иронизирую, что если у вас дочь на выданье, поищите, пожалуйста, жениха среди этих людей. То есть нет онкологии и нет болезни сердца. Редкая мутация, наверное. Вот здесь очень серьезно искать параллель. Фактически эти люди пожизненно принимают статины с рождения, потому что те значения холестерина низкой плотности, которые вы видите здесь, 1,6 ммл на литр, это фактически пожизненное генетически выключенное снижение холестерина. То есть оброжденно принимают. Да, фактически это пожизненная траектория на терапии с статинами. Поэтому формально инфаркт миокарда у таких пациентов 105-150 лет. В свое время, уважаемые коллеги, когда у нас не было ни студий красивых, ни красивых слайдов с PowerPoint, мы с коллегами на лекциях пользовались прозрачками. Прозрачки. Прозрачки. Я вот сохранил одну из них. Видите, доктор Стусеков 2000 год. И это, собственно говоря, метафора, чтобы познакомить вас с семейной гиперхолестериномией. Итак, уровень холестерина низкой плотности, большие концентрации холестерина низкой плотности или плохого холестерина у больных с семейной гиперхолестериномией бывают по двум основным причинам. Первая причина – это мутация ЛНП-рецептора. ЛНП-рецептор – это ворота для эвакуации холестерина. Кстати сказать, липидный обмен настолько древний, и аминокислотная последовательность этого ЛНП-рецептора выстраивалась 450 миллионов лет назад. И ЛНП-рецептор как ворота для эвакуации холестерина есть у таких животных, помимо тех, которых видели на первых слайдах, у акулы. Акулы – это древнее животное. Как только многоклеточность. Да, вот ЛНП-рецептор есть у акулы. Так вот, мутация ЛНП-рецептора, в литературе научно описано более 1600 мутаций ЛНП-рецептора. Одна из главных причин, почему холестерин низкой плотности не уходит через рецепторы, а накапливается в сосуде с стенки и, следовательно, накапливается в бляшках. Одна из менее важных причин и более мягкое течение гиперхолестериномии – это мутации белка ПБ-100. Это ключевой белок для того, чтобы ЛНП-рецептор узнал ЛНП, происходит их сближение, ключ-замок, и открывается дверь, и ЛНП уходит через гепатоциты дальше по своим делам. Так вот, типичный анализ в плазме крови по липидам, липидограмму таких пациентов. Общий холестерин примерно 12, триглицериды 2,3 и низкой плотности, как мы знаем, очень высокий. И здесь очень важен комментарий к этому анализу. Общий холестерин повышен за счет холестерина низкой плотности, потому что это сумма общих холестерин. Там может быть и ЛПА внутри, там, может быть, у меня есть редкие пациенты за счет хорошего холестерина, может, повышен общий холестерин. Так вот, вся эта конструкция, вся эта концепция и длительная циркуляция плохого холестерина в плазме крови приводит к раннему атеросклерозу в третьей-четвертой декаде жизни, и без лечения, как мы знаем, в 35 лет могут быть инфаркты миокарда. И врачи, встретив таких пациентов, должны обязательно посмотреть их на предмет ксантоматоза, ксантилазм. И на следующем слайде как раз у меня есть большая коллекция фотографий у меня и моих коллег-липидологов. В свое время, когда я активно начал заниматься больными с семейной гиперхолестериномией, мои коллеги из Южной Африки, профессор Дерек Рау, прислали вот эти фотографии ксантома на руках и ногах двухлетней девочки. И, должен сказать, есть страны, где таких больных очень много, в частности, ЮАР Нидерланды. И, собственно, Дерек Рау мне рассказывал, что у него в клинике наблюдается до 140 таких больных, а встречаемость 1 на миллион, по старым данным. Ну, фактически, такой Йеллоу Стоун. Таких больных в его клинике концентрируется. Нидерлация такая. Одна из первых моих пациенток в кардиоцентре, Яна, из Смоленской области, 10 лет вот с такими ксантомами. И, к сожалению, такие пациенты чаще впервые попадают к дерматологам, хирургам, поскольку они не знают, что причина этого ксантоматоза – это повышение уровня холестерина в плазме крови. И в свое время мы по международной программе FH Studies Collaboration с профессором Джеральдом Водсом помогали наладить скрининг в Вьетнаме коллегам. И вот мне присылали на заочные консультации доктор Хонг, 17-летний пациент из Вьетнама, вот с такими мощными ксантомами. То есть это глобальная международная проблема. Самое частое генетическое заболевание в мире, и по разным подсчетам таких больных в мире 34 миллиона. Ну, в России по самым скромным подсчетам где-то 700-800 тысяч таких больных. И основная задача наша и наших коллег – лепидологов, кардиологов, эндокринологов – найти этих больных и назначить адекватную терапию. Ну, здесь первое, что приходит в голову, тесная смычка с дерматологами. Да, и поэтому, наверное, нужно по большому счету составить буклеты и раздать ключевые дерматологические клиники, чтобы было прямое направление. Ну, вот знаете, вот просто короткая ремарка. Я знаю в Москве, по меньшей мере, двух косметологов, которые, замечая на лице своих клиенток, даже не пациентки, а клиенток, вот какие-то такие отложения, они говорят, у тебя холестерин, тебе нужно обратиться к врачу, сдать анализы. Постепенно, постепенно. И это большое достижение, я считаю, косметологии. Да, безусловно. Извините. Спасибо за комментарий. И вот я позволил себе привести пару клинических случаев, поскольку я допускаю, что наша аудитория не только врачи, не только студенты медицинских вузов, но, может быть, и пациенты тоже. Так вот, в январе 2013 года ко мне обратились коллеги из педиатрии, педиатры с просьбой проконсультировать Владимира из Смоленской области, и его история очень характерна. Мальчик в 9 лет попал на консультацию, в 8-й год к ксантоматозу, обратился к хирургу. Вот видите? Ну да, удалите. Почему он обратился? Потому что ксантомы, то, что вы видите в нижней части слайда, это, собственно говоря, то, что мы сфотографировали на обследовании. Вот обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь на слайде, это уже результат удаления хирурга. Но ксантомы опять появляются, потому что концентрация холестерина у него общего 21 ммл на литр. У взрослых норма 5, у него, соответственно, в 4 раза больше. За счет низкой плотности 16. Это гомозиготная форма. Гомозиготная форма. Самая тяжелая, злокачественная, я бы сказал, гомозиготная форма. Это ген липопротеина, по-моему, да? Нет, это липопротеин низкой плотности. Как раз вот здесь мы сделали ДНК-диагностику, и вот эти мутации как раз подтвердили диагноз гомозиготной формы семейной гиперхолестериномии. Итак, в 9 лет у него уже были стенозы в общей сонной артерии 50%. И на эхокардиографии, начальной стенозе устья аорты, должен сказать, что это излюбленное место в таких клинических ситуациях, куда холестерин уходит в депозиты. И когда не было статинов, я работал в кардиоцентре в отделении гемодиализа, где таких больных было много, конец 80-х, 90-е годы, мы потеряли достаточно много молодых женщин из-за артальных стенозов, потому что лечить было сложно, процедуры плазмофереза не всегда помогали, и болезнь медленно прогрессировала, и мы потеряли много больных из-за инфарктов, из-за артальных стенозов. То есть, а иначе как плазмофереза мне не удалить? Да, в те годы плазмоферез фактически это аналогия современных ингибиторов PCS-9, я бы так сказал, позволяющая снизить холестерин на 60-70% от исходных значений. И назначили мы максимальную терапию с самым сильным статином разува, статин 40 мг в сутки с изитимибом. И компания Amgen, спасибо большое, позволила нам бесплатно начать тройную терапию, комбинированную терапию в дополнение к таблеткам, снижающим холестерин, инъекции волокумаба 400 мг один раз в месяц. Последняя строка, они все дополняют друг друга, просто по отметим. Они усиливают, усиливают действие. Условно говоря, разува статин 40 дает где-то 50% снижения холестерина, добавление изитимима, абсорбция холестерина в кишечнике еще 20-25, и в совокупности мы имеем здесь 70% снижения. Но здесь другая история, поскольку здесь нет ЛНП-рецептора, нет субстрата ни для статинов, ни для волокумаба. Собственно говоря, мы в данном случае... Здесь какая история? У нас нет ворот, через которые эвакуировать холестерин, нет ЛНП-рецептора. Поэтому и такие концентрации высокие. Мы статинами давим синтез, а если заблокировать синтез холестерина у таких пациентов, это дает всего лишь 20% снижения холестерина. Поэтому, собственно говоря, здесь рецепт очень простой. Мы снижаем холестерин у этого пациента всеми возможными способами, насколько это возможно. Кстати, у пациентов, у которых есть мутации, ЛНП-рецепторы не всегда кумабы помогают. Кумабы, так же как и статины, требуют субстрата, это ЛНП-рецепторы. И вот, собственно говоря, результаты первого такого лечения, интенсивное снижение холестерина тремя препаратами, позволили в кратчайшее время добиться регрессии и обратного развития ксантоматоза. Вот то, что было на колени у Владимира, то, что стало через несколько месяцев. То есть концентрация этой холестерина осталась высокой. Посмотрите, пожалуйста, 7,5 – это в 2 раза, в 3 раза больше, чем в норме. Но с учетом того, что исходные значения были 15, 50-процентное снижение холестерина низкой плотности дало свои плоды. Собственно говоря, этот случай позволяет надеяться, что такие же процессы начались и в сосудистой системе, и в сонных артериях, там, где была бляшка 50%, и в коронарных сосудах. Мы не знаем, что там происходит. Но вот эти процессы, они очень параллельны. И то, что происходит эвакуация холестерина из кожи, и в плазме крови снижается холестерин, автоматически включает насос, холестерин начинает покидать… Это же индикатор на самом деле, это повезло так. От частного к общему в 2015 году под эгидой Европейского общества атеросклероза была инициирована программа по всему миру поиска таких больных и назначение адекватной терапии. Мне попросили быть национальным координатором по России в этой программе. Вот впервые в сентябре прошлого года мы отчитались по большой этой работе. И посмотрите, большое количество пациентов, 142 тысячи больных со всего мира с подтвержденным диагнозом семейной гиперхолестериномии. Но помимо вот этих цифр, здесь, конечно, что называется бизнес-лайд, его нужно для широкой аудитории менять, сокращать. Но обращу ваше внимание на то, что на голубом фоне. Возраст подмесения в регистр всего 46 лет, но к 46 годам значительная часть этих пациентов уже имеет те или иные проявления заболевания. Коронарная болезнь сердца каждый пятый, если округлить в большую сторону, и преждевременная ишемическая болезнь каждый десятый к 46 годам. Это, собственно говоря, картинка с высоты птичьего полета по всему миру. Европа минус Голландия, поскольку там была государственная программа, чтобы данные были корректными, Голландию за анализы исключили. Даже посмотрите, пожалуйста, в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Тихий океан, 2000 пациентов, те же самые цифры. То есть проблема универсальная, интернациональная. Коронарная болезнь сердца 24% и преждевременная ИБС каждый пятый. Вот, собственно говоря, от частного к общему. И теперь, собственно говоря, рецепт успеха, как этих больных лечить, фрагмент рекомендаций от Европейского общества атеросклероза 2019 года. Самое важное, уважаемые коллеги, даже не лечение, а организация помощи. Имеется в виду скрининг. Если первичный пациент пришел на прием, нужно обязательно организовать поиск таких больных в ближайшем окружении. Это анализ на холестерин у отца, у сестры, у брата и так далее. Есть клинические критерии плюс ДНК-диагностика, это золотой стандарт. Но помимо ДНК-диагностики есть специальные голландские программы, вернее алгоритмы. Они есть в национальных рекомендациях. Я уж не стал свой слайд засорять этими алгоритмами. Это вся диагностика доступна у нас? Доступна. Доступна диагностика. ДНК-диагностика в меньшей степени доступна, но по критериям голландским таких пациентов можно вполне найти и назначить адекватную терапию. И посмотрите, пожалуйста, принципы терапии таких больных. Максимальное снижение плохого холестерина до 50%. Достичь целевых значений у таких больных, скажу как практик, крайне сложно. Но к этому надо, по крайней мере, стремиться. И, как правило, комбинированная терапия статины плюс зетимиб, ингибитор абсорции холестерина, на старте должна быть запланирована. И в европейских рекомендациях уже других по комбинированной терапии есть такой термин «апфронт». «Апфронт» по-английски означает «аванс». То есть «аванс» — это слово ласкает слух любого бюджетного работника. Так вот, можно не просто начинать с высоких доз статинов у таких больных, но сразу выдавать аванс, сразу назначать комбинированную терапию. Статин, аторвостатин или высокой дозе 80 или разовостатин плюс изетимиб, препарат, блокирующий абсорцию холестерина. Сразу аванс. И, должен сказать, здесь прописаны принципы лечения в первичной профилактике. Если у этих больных еще не было инфаркта, а мы знаем, что первый инфаркт может быть в 35 лет, не ждать, назначать максимальную терапию. И статин и плюс изетимиб, если не получается с двумя препаратами, назначаем третий препарат, как было у Владимира. Очень важный фрагмент моей лекции, уважаемые коллеги, это информация для вас, уважаемые педиатры. Итак, для того, чтобы не упустить время, чтобы у ребенка с гетерозиготной формой семейной гиперхолестериномии с 10 лет не началось строительство бляшки уже, мы должны, а, найти этих больных, и, б, в идеале назначить статины. У нас это, конечно, звучит необычно, но во многих странах, включая Канаду, Британскую Колумбию, ЮАР, Нидерланды, Великобритания и ряд других стран, эти дети рутинно получают монотерапию статинами. Ну, как вы предлагаете делать скрининг или смотреть на родителей? Знаете, сейчас параллельно идут инициативы под эгидой FH Europe, есть такая организация по семейной гиперхолестериномии в Европе, и застрельщиками являются славянские врачи, они предлагают скринировать на гиперхолестериномию в роддомах, в роддоме. И, должен сказать, эта инициатива, конечно, для малых стран, она, где население 2 миллиона, 4 миллиона вполне подойдет, но есть другие принципы скрининга, это реверсивный скрининг, если, допустим, педиатр нашел такого пациента, то мы должны посмотреть родителей, нет ли там носителей этого дефектного гена, оппортунистический скрининг, универсальный скрининг, если у кардиолога 35-летний пациент лежит в палате с инфарктом миокарда, с высоким холестерином, скорее всего, это больной с семейной гиперхолестериномией. Но чтобы не упустить смысл этого слайда, извините, пожалуйста, я предлагаю сфотографировать или записать критерии по холестерину низкой плотности для девочек и мальчиков возраст до 14 лет. Возможный диагноз, когда вот нижняя планка по холестерину низкой плотности для девочек 3,8 миллимоль на литр, для мальчиков 3,5 миллимоль на литр, тогда диагноз, как видите, возможен. По крайней мере, эти таблицы можно использовать в повседневной практике. И, уважаемые педиатры, пожалуйста, обращайте внимание на ксантоматоз, и при осмотре важно знать семейный анамнез. Если у родителей преждевременный инфаркт или инсульты до 50, например, лет, обязательно включайте это в вопрос. Вопросники свои при первичном осмотре, особенно если у детей повышен холестерин. Правда, нужно исключать их вторичные причины, например, ожирение. Кстати сказать, интересный факт. Голландцы обратили внимание, что если детки живут недалеко от Макдональдса, по-моему, в Амстердаме исследование проводило, как правило, у них холестерин повышен. С чего бы? Да, с чего бы казалось это. Так вот, очень важный слайд, концептуально я бы сказал, что здесь нас заинтересует. Нижняя часть слайда – это ось абцисс, это годы жизни от 0 до 60. Верхняя ось ординат, соответственно, это кумулятивный уровень холестерина низкой плотности. Проще говоря, сколько лет пациент живет с повышенным холестерином. Собственно говоря, здесь несколько траекторий. Видите, несемейная гиперхолестериномия – это зеленая кривая. Здесь достаточно все спокойно, ну, вплоть до, например, до тех же 60 лет и так далее. И если терапия с татинами у больных, например, с семейной гиперхолестериномией с 10 лет, давайте красную посмотрим кривую, начинается рано, то эта кривая теряет свою траекторию, она начинает снижаться. Это очень важно. Собственно говоря, дальше концепция этой кривой. Где-то в 60 лет, здесь еще должна быть кривая, там, вторая горизонталь, верхняя, это дебют ишемической болезни сердца. Собственно, задача проста. Если ребенок, например, с семейной гиперхолестериномией, начав лечение с татинами с 10 лет, как это делается по рекомендациям, мы меняем траекторию этой кривой, начинает она снижение, и тогда ребенок, дожив до 60 лет, у него не будет ишемической болезни сердца. Это очень важно. Если взрослый с семейной гиперхолестериномией диагноз поставлен в 35 лет, и он начинает интенсивную терапию с татинами, то он может дожить до 60 лет без инфаркта миокарда. На прошлой неделе у меня была на приеме больная с семейной гиперхолестериномией 69 лет без инфаркта миокарда. В этой семье 4 пациента принимают с татинами, московская семья, бабушка Ольга Ивановна, ее дочь и 2 ребенка с подтвержденным ДНК-диагностикой семейной гиперхолестериномией. Бабушка начала лечение с татинами 16 лет назад, плюс азитимиб, и, собственно говоря, она обследовалась в одном из медицинских центров в сентябре, там коронарный кальций в проекции коронарных артерий 2400. Сплошной кальций в проекции коронарных артерий. Но у нее не было инфарктов миокарда, не было инсультов. И функция левого желудочка, по данным их кардиографии, замечательная. То есть она на интенсивной статинной терапии, даст Бог, справит свой 70-летний юбилей, отпразднует 70-летний юбилей без инфарктов. То есть интенсивная терапия с татинами, проецируя этот сложный, может быть, для восприятия график на медицинскую действительность, на правила игры, позволяет таким больным жить так же, как и здоровым людям. Ну, возможно, дальше об этом будет речь. Но первое, что сейчас приходит в голову, пока, может быть, преждевременно, чем раньше, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше начинать. Особенно, если подтвержденный диагноз семейной гиперхолестериномии. Но прежде чем перейти к принципу лечения гиперхолестериномии в разных категориях пациентов, я позволю себе акцентировать ваше внимание, что до 40 лет мы должны выработать ресурс немедикаментозной терапии. Это очень важно. В рекомендациях Американской Ассоциации Сердца 2018 года есть 10 основных заповедей, как лечить таких больных. Так вот, самый первый и самый важный принцип или заповедь – это выработать ресурс диеты, выработать ресурс физической активности, правильного питания. И только тогда мы назначаем препарат. Туда сейчас еще и сон включили. Ну да. Хороший сон. Правильный сон. Совершенно верно. Меньше 7 часов для взрослых. Вот это дополнение такое. Меньше стрессов, больше прогулок на воздухе. И забегая вперед, для меня консультация считается успешной, если я пациенту не назначил статины. Потому что если есть ресурс немедикаментозной профилактики, мы должны с вами обязательно его выработать до конца. По крайней мере, по рекомендациям до 40 лет. И не перегружая вас в медикаментозные информации излишни, может быть, я решил включить вот эти рекомендации Европейского общества транслероза по диете. Здесь можно или сфотографировать, или запомнить. Здесь не просто отдельные продукты, но и способ приготовления. Например, гриль. Пища, приготовленная на пару, более полезна, чем, например, жарко на различных маслах. Жарко с перемешиванием, стир-фрай лучше, чем просто жарко. И, соответственно, иногда выпечка, пироги, круассаны, то, что с высоким углеводным индексом. Ну, я думаю, что 2-3 раза в неделю здесь нет конкретных показаний. А, даже так? Я думала раз в месяц. Ну, нет, конечно. Значит, что это за жизнь, если женщина лишит десерта, согласитесь? Ну, не знаю. Есть свои примы. Тексы, мороженое, пожалуйста, фруктоза. И вот эти принципы. А вот здесь зелененькие орехи и семечки, почему они в зеленой колонке не отмечены? Здесь такие принципы. Орехи и семечки содержат растительные станолы и стиролы, которые, конкурируя за места связывания с холестерином в тонком кишечнике, они позволяют снизить холестерин за счет конкуренции в кишечнике на 15-20%, что тоже неплохо в первичной профилактике. Нет, ну, то есть здесь ничего не написано, это значит, что их можно есть? Можно есть, да. Есть отдельные рекомендации по порциям, чтобы не быть голословным. Ну, например, мясо, рыба 2-3 раза в неделю порция, ну, средняя для взрослого человека, 150 грамм 3 раза в неделю. Орехи, горсточку обычно? Да, горсточку, да. Есть правило пяти, оно, не знаю, оно до сих пор в рекомендациях британского общества диетологов или нет, давно не было на сайте просто. Правило пяти – это одна единица, это одно яблоко, одна груша или там две-три сливы, соответственно. Для фруктов и овощей. Для фруктов и овощей. Правило пяти – для фруктов и овощей. Омега-3 жирные кислоты, тема, которая мощно раскручена, в том числе и околомедицинскими компаниями. Можно зайти в аптеку и посмотреть, сколько стоят вот эти упаковки омега-3 из Норвегии в красивых упаковках. Но у омега-3 два года назад были большие проблемы, поскольку исследование Стренс, которое проверяло гипотезу, что дает по снижению риска инфарктов и инсультов, комбинация статинов с карбоновыми кислотами закончилась с негативными результатами, не получилось. Поэтому здесь возникает большой вопрос, насколько кардиологам нужны омега-3 для того, чтобы помочь статинов снизить риск. Но, не углубляясь в научные тонкости, я позволил себе эту таблицу тоже в своей лекции прокомментировать. А именно, как ни странно, доступная сельдь в магазинах, атлантическая, содержит достаточно большое количество эйкозапентаеновой кислоты. EPA – это эйкозапентаеновая кислота, одна из ключевых, которая снижает риски. И докозагексоэновая кислота, DHA, на моем слайде в правой колонке, соответственно, тот компонент омега, который, к сожалению, наверное, не помогает кардиологам, но он помогает в другой области, снижает риски Альцгеймера по клиноисследованиям, снижает агрессивность, депрессию. Я нашел интересную статью, что докозагексоэновая кислота, когда давали в эксперименте, снижает агрессивность австралийских заключенных. Не меньше дерутся, меньше грустят. Я тоже люблю сельди, да. Да, поэтому, собственно, резюме такое. Наверное, по большому счету нужны федеральные экспертные советы, чтобы позиционировать омега-3 в кардиологии, в неврологии. Но по большому счету эйкозапентаеновая кислота пригодится кардиологам. Коль скоро выследний редюсит получился со статинами, снизился риск. А докозагексоэновую кислоту, наверное, нужно отдать на откуп неврологам, пусть назначают у больных с биполярным расстройством, есть данные униполярным расстройством и так далее. Короткий вопрос, как вы относитесь к тому, что куриные яйца то попадают в рекомендации, то исчезают, то их можно есть, пишут. Вот в году несколько раз, я слежу за новостями ежедневно буквально, международными, то, значит, британские ученые установили, что можно сколько угодно всем, то нет, все-таки холестерин, все-таки не надо. А потом снова, а потом снова, и ты вот не успеваешь просто отслеживать. Ответ такой. Ветры западные дуют американское сердце, американский колледж кардиологов в Америке долгое время лимитировали суточный холестерин меньше 300 миллиграмм. В одном курином яйце содержится 186 миллиграмм холестерина. Половина? Да, половина. Так вот, в последние годы консенсусы из западных научных обществ, ИССИ, Американ ХАД, таковы, что в 2015 году сняли ограничения, и, по-моему, в рекомендациях 2019 года яйца реабилитированы, два яйца в сутки можно. Опять вернулись в тех же 300, если, конечно, убрать другой холестерин из пищи. Потому что было одно-два яйца в неделю, и, по-моему, в европейских до сих пор рекомендациях, одно-два яйца в неделю для снижения сердечно-сосудистого риска. Такой. Итак, в одном яйце 186, два яйца, ну, 300. По сути дела, рекомендации вернули тех же 300 миллиграмм в сутки, но холестерин не только в яйцах, и в сыре, и в говядине, и так далее. Суточная доза по холестерину также не больше 300, в некоторых рекомендациях вообще ее убрали. Поэтому я бы оставил, ну, наверное, если помимо яиц другие, так сказать, продукты, ну, одно яйцо в день вполне достаточно. Даже людям с сердечно-сосудистым риском? Я расширю ответ на ваш вопрос. Крупные научные исследования, называемые метанализы, показали, что яйца вредны у больных с хронической сердечной недостаточностью и больным с диабетом. Во всех других популяциях, лишь в одном исследовании, в шведском, по-моему, то исследование было на предмет онкологии у женщин, было небольшое повышение риска. Женщины принимали яйца и посчитали в метанализе, по-моему, на 16% риск повысился. Во всех других крупных исследованиях причинно-следственной связи между потреблением какого-то количества яиц и риском инфаркта, инсульта, отмечено не было. Замечательная новость. Так что яйца были реабилитированы. Это прекрасный диетический продукт, белок. Это прекрасная новость, да. Для тех, кто любит яйца. Пожалуйста, кроме больных с ХСН и с диабетом. Первый очень важный момент, уважаемые коллеги. Как раз, возвращая ваше внимание, считаю консультацию успешной, если статин не назначил. Это касается большого количества россиян, пациентов, не пациентов, а людей умеренного или низкого риска. Я опять, для того, чтобы быть максимально объективным, приведу историю одного из своих пациентов, Дмитрий. Иногда ко мне пациенты приходят, что называется, провериться, нужны или не нужны статины. Дмитрий ко мне пришел достаточно давно, в ноябре 2011 года, с умеренной гиперхолестериномией. Видите, повышен холестерин низкой плотности 3,84 и общий холестерин 5,5. Пациенты. Единственный фактор риска у молодого мужчины, который активно занимался спортом, в то время он занимался триатлоном, гиперхолестериномия. С учетом того, что небольшая гиперхолестериномия, ну здесь синдром Жильбера, правда, не влияет, и поэтому билирубин повышен 40 микромоль на литр, никаких факторов риска. Активный спорт и гиперхолестериномия. В этой ситуации, как правило, я статины не назначаю. И, собственно говоря, почему этот клинический случай мы сегодня с вами разберем? Потому что здесь достаточно длительная траектория этого пациента, я до сих пор наблюдаю, много лет. И исходно зафиксировав низкий риск, видите, обследование, даже небольшие бляшки в сонных артериях, конечно, сейчас мой огород прилетят камни, как же доктор Сусеков не назначает и статины, если уже бляшка 25-30%. Здесь отдельный комментарий. Это морфологические проявления атеросклероза, которые, как правило, есть у многих. Есть водораздел в старых американских рекомендациях, что бляшка в сонных артериях 50 является эквивалентом ишемической болезни сердца. В данном конкретном случае это морфологическая находка, но это не главное. Мы должны измерить каким-то образом риск у этого больного. Риск был низкий в те времена, в 2011 году. И вот в нижней части слайда, как правило, он ко мне приходит на прием в нечетные года. 2011, 2013, 2017, 2019, 2021 год. И, собственно говоря, мы всегда на каждом визите переоценивали его риск. Долгие годы он находился в зоне низкого риска, а мы с вами уже знаем, что по тем же американским и европейским рекомендациям до 40 лет нужно выработать ресурс немедикаментозной терапии. И, собственно говоря, находясь в зоне низкого риска, рано или поздно любой, и Дмитрий в том числе, попадает в категорию уже умеренного риска, где мы должны переоценивать многие факторы. А именно ЛПА, ту же степень физической активности. Вот как раз Дмитрий участвовал в лыжне России 2021 года, и он разрешил использовать этот материал для методических целей, для лекций. Здесь нет никаких этических проблем. Так вот, по современным рекомендациям, которые вышли европейские в августе 2021 года, и вот 8% – это шансы на фатальный и нефатальный инсульт или инфаркт. Напомню, уважаемые коллеги, у нас в основном врачебная аудитория, что в прошлом году европейцы-кардиологи поменяли систему оценки СКО. Было СКО-1, стало СКО-2. Здесь уже учитываются не только фатальные, но и нефатальные риски за ближайшие 10 лет. Поэтому, видя цифру 8, а оранжевый цвет в рекомендациях означает высокий риск, по крайней мере. И опять мы видим в анализах крови 4 мм на литр концентрацию холестерина низкой плотности. Мы начинаем уже обсуждать, не пора ли Дмитрию назначить статины. Но с учетом, опять же, одного фактора риска, никакой динамики в сонных артериях, как было там, так и осталось. И несколько факторов я беру в оборот. Есть такие реклассификаторы риска, как циреактивный белок, ЛПА, психологический статус, уровень триглицеридов и так далее. Это отдельная история. И оценивая этого пациента не только по европейскому алгоритму, но и беря в оборот американский алгоритм, политкогорт эквитейшн, есть шотландский алгоритм, массайн. Я заряжаю его данные в несколько алгоритмов. Если несколько алгоритмов показывают низкий или умеренный риск, я принимаю решение оставить пока его без статинов и в следующий визит мы будем переоценить. Правда, у него начало повышаться давление, я ему назначил небольшие дозы лазертана. И он немного поменял свою физическую активность, проблемы с суставом. Операция у него была. Операция на… Ну, 55 лет уже, да, давление может. Так что будем следить за судьбой Дмитрия и вернемся к этому вопросу через год-два. Следующий очень важный момент – физическая активность. Если пациент все-таки по показаниям требует терапию статинами, я ставлю его перед дилеммой. Либо исключительно вегетарианская диета и интенсивная физическая активность, я, конечно, утрирую, но один марафон в неделю, там, будьте любезны. Ну вот, если говорить всерьез, вышел серьезный документ в Ланцете. Это один из самых престижных медицинских журналов. Здесь конкретика появилась. Сколько мы должны вышагивать в день, 10 или 8 тысяч шагов, в зависимости от возраста, и насколько это коррелирует со снижением такого важного показателя, как общая смертность. Оказывается, если пациент положишься 10 лет, достаточно 8-10 тысяч шагов в день. Если старше 60 лет, то 6-8 тысяч шагов достаточно. То есть у всех есть смартфоны, там есть трекеры физической активности. Эти данные, в общем-то, надеюсь, нам с вами помогут конкретизировать уровень физической активности у каждого конкретного больного. Теперь о важном, уважаемые коллеги Статины. Это эффективные и безопасные лекарства для снижения уровня холестерина. Должен сказать, что за 100 с лишним лет клинических исследований, одна из наиболее элегантных историй в медицине, эта липидная теория торспироза, получила массу подтверждений, что это действительно так. Здесь нет необходимости знания какой-то высшей математики. Есть очень простой график. Ось абсцисс – это годы жизни с повышенным холестерином. Снижение резкой ишемической болезни сердца – это ось ординат. Вот, собственно говоря, вам, уважаемые коллеги, достаточно обратить внимание на эту жирную красную стрелку, которая направлена с северо-востока на юго-запад. Такая траектория. Что означает? Что чем меньше концентрация холестерина в вашей плазме, крови, тем лучше прогноз. И по нижней планке пределов не найдено. В одном из своих первых слайдов я указал, правда, не прокомментировал. Есть безопасная граница по нижней планке по холестерину низкой плотности – это 0,65. 0,65 – это считается нижняя граница по снижению холестерина. Так вот, в этом году, прошу прощения, юбилей, очень приятный юбилей – это открытие статинов. И в свое время это фотография молодого Акира Энда. Это очень скромный человек, который по недоразумению до сих пор Нобелевскую премию не получил. Всего 30 лет статинам получает? Сколько? Ну да, всего 30 лет. Просто казалось мне, что… Ну, это хорошее заблуждение. Это они с нами в жизни уже много десятилетий. Так вот, в 92-м были открыты статины, мево-статин, старая гвардия, симво-статин, право-статин, флюво-статин и современные статины. Как мы знаем, это оторво-статин, разово-статин и питаво-статин. Да, Нобелевскую он заслужил, конечно. Смотрите, пожалуйста, к лету 92-го года количество больных, получавших статины, уже превысило 1 миллион. К этой статистике мы еще к современной вернемся. Это, безусловно, революционное открытие. Вот посмотрите фрагмент доклада Нобелевского лауреата, вернее, известного кардиолога Браунвальда с пленарной лекции 23 сентября 2005 года. И наряду с ключевыми открытиями в кардиологии, которые прочно вошли в нашу жизнь медицинскую, такие как ортокоронарное шунтирование, эхокардиография – это рутина, коронар-ангиография, палаты интенсивной терапии. Открытие статинов вошло в эту десятку как одно из значимых медикаментозных прорывов в медицине прошлого века. И что происходит в мире, уважаемые коллеги? К сожалению, человечество не может справиться с такой проблемой, как ожирение. Мы знаем это по американскому сценарию, по другим странам, по России. Количество больных, к сожалению, растет. Так вот, данные по 2018 году говорят, что в противовес ожирению в мире уровень холестерина снижается. И обратите внимание, это не отдельные страны, а целые регионы. Синий фон – это регионы, где уровень холестерина снизился. Восточная Европа, Центральная Европа, Юго-Западная, Северная Европа. Вся Европа живет теперь со сниженным холестерином. Англоязычные страны – высокие доходы. Правда, есть страны, это такой персиковый цвет, регионы, где уровень холестерина повысился. Это Западная Африка, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия и так далее. Должен сказать, что такие классические факторы риска, как гипертония, гиперхолестериномия, они мигрировали с западного полушария в восточное. И в свое время, вспоминая, мы работали на экспертных советах в Китае, и китайские коллеги в перерыве на кофебрейках подходили и рассказывали, что китайские студенты, это было в 10-11 годах, прибегали к старшим медицинским советникам, профессорам своим, говорили, мы раньше не видели инфарктов миокарда. Инфаркты миокарда пришли в Юго-Западную Азию, в Китай, на Филиппины, гипертонии. Ну вот исследование новейшее, в Полинезии исследовали одну популяцию западную, и там обнаружили мутацию. Там очень распространена, вот именно в этой западной популяции гиперхолестериномия выявили мутацию по одному из генов, который связан вообще с этим, господи, иммуноглобулин, относится к семейству иммуноглобулинов. Интересные данные. Функция, его непонятно, но это изучают, это белок, который есть у всех, в принципе, и в западных популяциях, но у них он мутантен, и у них высокий уровень, высокая распространенность этой гиперхолестериномии, но это вот только-только они обнаружили. Ну вот то, что они изучали, это как будто было из 3 тысяч человек, ну около 3 тысяч человек, то есть это прилично так. Они сразу нашли и сразу выявили полногеномными исследованиями. Здесь надо следить за этим просто. Да, будем следить. Это надо следить, да. Я не знал об этом. Да, но это совсем буквально вот на прошлой неделе опубликовали. Nature Genetics, кажется. Извиняюсь за английский текст, уважаемые коллеги, почему это происходит? В большинстве странах активно принимают статины как в первичной, так и, естественно, во вторичной профилактике. А иначе как? На диете уровень холестерина низкой плотности очень снижается ненамного. В лучшем случае 0,3 мм на литр по низкой плотности. Еще очень важный, может быть, самый важный фрагмент моей лекции, почему у нас, собственно говоря, статины имеют плохую репутацию. И мои примеры, и примеры моих коллег. Да, вот это очень интересно. Есть интересная, так сказать, статья, которая называется «Статины в королевстве кривых зеркал». Если мои пациенты или пациенты моих коллег приходят после консультации вечером за ужином или общаясь с соседями, они начинают гуглить запросы специфичные. И это на графике как раз видно. Синий цвет на графике – это запросы «позитив». Статины снижают риск, увеличивают продолжительность жизни. Красные запросы – это «негатив». Что мы видим здесь? Термины в поиске Google, статины и боли в ногах, статины и грэпфрут, статины и деменции и все прочее, прочее, прочее. Статины – побочные эффекты. К сожалению, это так, и под этим есть определенные на заре статинов проблематика. В частности, когда давали статины в высоких дозах с собакам, были серьезные миопатии, были серьезные на гипердозах статинов эквивалентны, допустим, 70 грамм статина человеку в сутки. Проблемы с хрусталиком у собак и других лабораторных животных. Что деменция тоже у собак была? Деменция не была, это отдельный вопрос, я обязательно этот вопрос отвечу. Но вот, к сожалению, это так, но занимаясь статинами буквально каждый день на протяжении последних 20 лет, я должен сказать, что это великолепный препарат и один из самых безопасных классов препаратов в мире. Нам вредят еще вот такого рода публикации. В свое время на Фейсбуке я столкнулся с таким текстом, что это иконет.ру, 99 из 100 принимающих статина не нуждаются в них. Это очень вредная информация. Я уже не говорю про первичную профилактику. Если больному после инфаркта миокарда отменить статины, по статистике намного больше повторных осложнений, инфарктов, инсультов. Это опасно, это смертельно опасно, отмена статинов больному человеку. И я, конечно, иронизирую, помимо классических факторов риска атеросклероза, как повышенный холестерин, гипертония, публикации в интернете очень вредят нам. Вы знаете, я столкнулся даже со специфической такой аудиторией, как доктора биологических наук, которые никогда не принимали статинов, не имеют лицензию на медицинскую деятельность. Очень часто об этом рассуждают, что статина плохо и так далее. Он же понимает. Ну, слушайте, я знаю профессора, который после инфаркта... Не принимает. Биолог, генетик. Он все должен понимать, но он считает, что это вредно. У меня даже был случай несколько лет назад, когда мама, работая педиатром с семейной гиперхолестерномией, с классической, привела дочь 13 лет с сортальным стенозом в небольшой степени, она наотрез не хотела принимать статины. Правда, мне удалось ее убедить. Вот это большая заслуга. Ну, что-то похожее на ковид-вакцинацию. Да. Что-то похожее, да. Психологически такой негативизм почему-то. И такое негативное еще отношение. Фармкомпании, они же богатые, они же все агрессивные. И это про... Вот не дадим фармкомпаниям процветать. Да. Не дадим жиреть. Да, это так. На зломами отморожу уши. Согласен с вами, да. Вот ближе, что называется, к российской действительности. Посмотрите, пожалуйста, факты, результаты российского исследования СССР Российской Федерации. Сколько у нас больных с гиперхолестериномией? Возрастной диапазон 25-44 каждый шестой, 60%. 54 года каждый седьмой. И, наконец, в более старших возрастных группах 45. Две трети, 75%. И вот та цифра 6 миллимоль на литр в начале моей лекции, она как раз из этих исследований. Средний уровень температуры по больнице по всей России около 6. Если, уважаемые коллеги, нам удастся общими усилиями снизить хотя бы на 0,5 миллимоль на литр общий холестерин по России, будет намного лучше, будет намного меньше инфарктов, инсультов, меньше осложнений. Вот, собственно говоря, если вы, уважаемый пациент, а у нас, наверное, будут пациенты тоже эту лекцию, там, через какое-то время познакомиться, может быть, спросите вашего кардиолога, пожалуйста, по этой таблице. Это таблица из европейских рекомендаций 2021 года. В какой категории риска вы относитесь? Здесь очень простая навигация по этой таблице. В свое время, когда я первый раз ее увидел, я нашел такую, так сказать, метафору, это Лас-Вегаса казино и фишки. Так вот, что здесь, кроме шуток, важное? Первые две колонки справа, слева, вернее, это женщины курят-не курят, следующие две колонки мужчины курят-не курят. Есть сегменты по возрастным категориям. Обратите, пожалуйста, внимание, вот эти блоки, это возраст 40-44, 45-49, вверху, я просто не стал слайд перегружать, это уровень холестерина не ЛВП. Это новый показатель, он расчетный. От общего холестерина отнимаем концентрацию хорошего холестерина, получается где-то там 3,5, например. И в зависимости от уровня холестерина не ЛВП, уровня давления и возрастной категории мы высчитываем риски. И мы видим, что Россия страна очень высокого риска. И вот эти шары, скажем так, зеленого цвета, которые относятся к категории низкий риск, меньше 2,5, меньше 50 лет, их всего немного. И если спроецировать эти данные на Российскую Федерацию, большинство 40-летних мужчин, 45-летних мужчин, женщин и мужчин, соответственно, относятся к категории высокого риска. Следовательно, наверное, они должны получать статины. Я взял конкретные данные из российской публикации. В свое время коллеги из Инвитро опубликовали данные в журнале клиническо-лабораторной диагностики массовое исследование уровня холестерина у населения к вопросу о референс-значениях Инвитро. И если взять конкретные цифры, 40-44 года, вот как раз то, что я бордовым цветом здесь в овале обвел для мужчин и женщин, соответственно, я подсчитал в соответствии с европейскими рекомендациями холестерина не ЛВП, усредненные, условно говоря. И получились высокие риски, 5% у мужчин и 3% у женщин, что относится к категории высокий риск. Значит, формально, если 40 лет, разбирая подарки, 40-летний юбиляр мужчина находит упаковку статинов. Как вам это? Может быть, статины? Я, конечно, утрирую, но это очень важный сигнал. Но если страна очень высокого риска, если средний уровень холестерина по России 6, очень многим после 40 лет нужно обязательно посетить кардиолога и задать ему вопрос. Доктор, а не нужно ли мне принимать статины с целью первичной профилактики? Ну, следующий сценарий, уважаемые коллеги, уже 60 лет. Я взял те же самые цифры с той же таблицы и подсчитал. Вот если исполнилось 60 лет, к сожалению, статины обязательно. Почему? Потому что риск не высокий, а очень высокий. Это означает, что в ближайшие 10 лет каждый 10-й или каждый 12-й мужчина, или каждая 13-я женщина формально может угодить в палату интенсивной терапии с инфарктом миокарда. А это нужно предупреждать, это нужно превентировать, и монотерапия с статинами, пусть даже в начальных дозах, 10 мг разува или 20 мг аторвого статина, очень даже будет уместна. Очень важно понимать, что терапия с статинами не 6 месяцев, как в нашей стране обычно это принято у больных после инфаркта миокарда, а есть такой термин в российском консенсусе экспертов «неопределенно долго». Почему это важно? Мы же не отменяем препараты у больного с гипертонией, как только оно нормализовалось. То же самое и здесь. Если отменить по разным причинам медицинским ли, немедицинским ли статины у 60-летнего мужчины после инфаркта миокарда, высокие шансы, что он опять попадет в палату интенсивной терапии с повторным инфарктом. Научные данные показывают, что если западношотландские мужчины, как раз в исследовании Воскопс, принимали статины более 20 лет, прогноз хороший. Кривые плацебо и право статины расходятся, это означает, что пациенты живут дольше, без симптомов, без инфарктов миокарда. У меня есть пациенты, которые принимают статины больше 20 лет, и, должен сказать, исходные, имевшие пациенты стабильности на кардино-напряжение, сейчас стабильности на кардино-напряжение у них нет. Фактически, длительная терапия с статинами – это реальная альтернатива КШ, операции на сердце и так далее. Поэтому я считаю, что каждый прогрессивный врач должен иметь свой опыт интенсивной терапии с статинами. И вот встречая вопросы от коллег в регионах на лекциях, я всегда им даю совет. Уважаемые коллеги, у вас должен быть персональный опыт интенсивной терапии. Позитивный ли, негативный ли, миопатия и так далее. Но вы должны попробовать, насколько это оружие сильное и насколько оно помогает пациентам выйти из степени высокого риска. Как только начали внедрять препараты последних генераций, ингибиторы PCSK9, Волокумаб, Алирукумаб… Вот это очень интересный слайд. У врачей возникли опасения, насколько холестерин в нервной ткани, там рассосется, не рассосется, мозг начинает расплавляться и так далее. Я предлагаю обсудить на коротке серьезную публикацию под эгидой Европейского общества кардиологов. Какой позитив можно рассчитывать, если у пациента очень низкие значения холестерина, низкой плотности, меньше 0,8, или фактически, если мы достигли значений новорожденного или человеческого плода, 0,8? Можно рассчитывать на регрессию атеросклероза. Это действительно так. Причем регрессия несет в себе качественный характер. Идет такая своеобразная мелиорация бляшки, она высушивается, липидные озера высушиваются, холестерин покидает в составе эфиров холестеринобляшку. На это место входят фибробласты, клеточные элементы делятся, и постепенно это все превращается в кальций, как у той пациентки 2400, которая была на приеме у меня семейной на прошлой неделе. Нет никакого сомнения, что прямая зависимость, чем меньше и дольше мы снижаем холестерин, тем меньше осложнений, меньше случаев инфарктов, инсультов. Я думаю, что сегодня мы обсудили достаточно подробно, несколько раз я возвращался к этому вопросу. Но вот знаки вопроса. Дебют сахарного диабета – это расхожий такой страх у врачей. Должен сказать, отвечая на этот вопрос, он один из популярных вопросов. Подчеркнем, это мы говорим о низких значениях. Низких значениях, да. Действительно, если в исследованиях Мендельского рандомизации выключить ген ГМК-редуктазы ЛНП, есть риск развития сахарного диабета, он небольшой. Причем ни статины, ни кумабы в этом не повинны, а есть предикторы сахарного диабета, такие как ожирение, повышенная глюкоза, плазма и так далее. Если есть предпосылки для развития сахарного диабета, то тогда за этим надо следить, даже назначая гликированный гемоглобин здоровым. Но формально, чтобы получить сахарный диабет на статинах, например, нужно в вашей клинике 5 лет пролечить высокими дозами статинов 500 человек, и лишь одного может развиться диабет. Исследование Спаркова показало на высокой дозе аторвостатина, что достоверно больше геморрагические инсульты на аторвостатине 80, но опять же здесь статин ни при чем. Оказалось, не учли, что он выше у тех пациентов, у которых не нормализовано артериальное давление. То есть рецепт простой. Прежде чем выходить на высокие дозы статинов, нормализуйте, пожалуйста, артериальное давление. Ну и катаракта. Здесь я смотрел последние метанализы, здесь все чисто, никаких проблем нет, риски катаракты не возникают. Что касается безопасности терапии статинами, это отдельная история, заслуживает отдельной передачи, конечно. Но я ограничусь одним слайдом, вот такой живописной ромашкой, фрагмент моего доклада онлайн, я уже не помню, где это было. Здесь все чисто, за исключением, пожалуй, определенного риска мышечных симптомов. Если вы прогрессивный врач, то наверняка вы согласитесь со мной, что у некоторых пациентов 10-12% возникают мышечные боли миопатии. Но это переносимые мышечные боли. Если сопоставить риски повторной инфаркта миокарда и управляемой статинами миопатии, а есть рецепты с витамином D, например, с дозами высокими витамина D, либо с коэнзимом Q10, либо с альтернативной терапией, у пациента с мышечными болями можно назначать статины как мочегонные. Там понедельник, среда, пятница, либо небольшие дозы разового статины ежедневно 5 мг в сутки, а торво статины 10 мг в сутки. Это не зависит от того, какой именно статины? То есть, может быть, замена статины просто? Хороший вопрос. Есть же выбор. Есть выбор гидрофильный и липофильный, но, честно говоря, гидрофильные статины, по моему опыту, чуть лучше, чем липофильные, а к гидрофильным относятся разового статин, право статин, флюво статин, к липофильным симво статин и аторво статин. Это действительно есть, я тут не буду, что называется, лукавить, эта проблема есть, но здесь вот такой разворот. Если вы прогрессивный врач, у вас есть персональный небольшой опыт статиновых миопатий, они должны быть в клинической практике. Это по аналогии с дигиталистной индексикацией, фактически. Что здесь важно? Печень. Это вечный российский вопрос. Да, да, кстати. Впервые я начал читать лекции по липидам в 95-м году в Мурманске, и с тех пор проблема статины и печень, в общем, она не уходит ни с повестки дня, к сожалению. Есть очень простой комментарий. Если взять общую популяцию всех россиян и посмотреть АСТ, ЛТ, то у них чаще повышены ферменты печени, чем у больных, принимающих статину. Это первый аргумент. И второй аргумент. Когда гипотологи смотрели прогноз больных с циррозом печени, которых ранее принимали статины, то факт приема статины в прошлом снижает риски смерти даже на 37%. Так, может, пить надо меньше? Ну да, здесь другие причины. Более того, вот спасибо, что вы прокомментировали. Я сразу вспомнил документы Национальной эпидемиологической ассоциации США. Существует 120 причин повышения АСТ, ЛТ, помимо статинов. Статины на 78-м месте. Поэтому это вопрос перегрет. На самом деле я не отменяю статины, если АСТ, ЛТ до сотни, например. Здесь правила просты. Три верхних предела нормы. Протенурия – это вот история из статиновых войн. Когда одна компания начала ревновать успехом другой, не буду скрывать, мы с вами объективно сегодня максимально общаемся. И протенурия – это разовый статин 40 мг в высоких дозах. Но ни я, ни мои уважаемые коллеги никогда не назначат высокие дозы статинов у больного с ХПН. Проще обойтись начальной дозой статины, либо комбинацией статины плюс эзотимиб. Наверное, все мы здесь обсудили. Когнитивная функция. Как же мы забыли когнитивную функцию. Первый очень важный аргумент. Липидный обмен выстраивался миллионы лет назад. И милинизация головного мозга, когда она закончена, в основном это подростковый возраст, холестерин, попав в нервную ткань, он оттуда уже не мобилизируется никогда. Кроме того, липидный обмен в головном мозгу построен таким образом. Мы целый день сегодня говорим, час последний об ЛНП-рецепторе, как ворота для эвакуации холестерина. Метаболизм головного мозга – это совсем другие рецепторы. АПАИ-рецепторы. И повторюсь, у больных с когнитивной функцией, с деменцией, мы также должны исключить массу других неврологических проблем. Это болезнь Паркинсона, психиатрические различные расстройства и так далее. Есть пограничные когнитивные расстройства, мы должны их исключить. И статины по метаанализам, по проспективным исследованиям никоим образом не влияют на когнитивную функцию. Один из последних цитируемых метаанализов – полтора миллиона пациентов, отношение рисков 1,05. То есть около единицы – это все как бы не в зачетах. Приходит на ум банальная совершенно вещь, что статины принимают пожилые люди, у пожилых людей большая вероятность развития деменции. Это параллельные процессы. Параллельные процессы, я о том и говорю. То есть после не значит следствие. Я намеренно не стал метаанализа здесь включать. Масса научных данных, у нас широкая аудитория, но поверьте мне, это не проблема. Более того, сосудистого, генеза, деменция может даже улучшаться. Косвенно статины улучшают микроциркуляцию, новые сосуды начинают прорастать и так далее. И вот очень важный вопрос, уважаемые коллеги. Почему у нас со статинами в России не замечательно? Давайте посмотрим на опыт мировой. Северная Америка 533 миллиона жителей. Рекомендовано по их рекомендациям 133 миллиона. Принимают 10% всего населения Северной Америки и 14% всего населения США, Западная Европа. Чуть менее 700 миллионов. Рекомендовано 158 миллионов. Принимают 60 миллионов. 38% из тех, кому нужно. Но все-таки 38. Да, ну по разным причинам. 8,6% всего населения. Норвегия, там где ключевые исследования были, Северная Европа, высокий холестерин, принимают 0,7 миллионов, 13% округляем, 14% населения. Япония. Там максимальное количество столетних юбиляров. Но считается, что там и низкий уровень сердечно-сосудистых. Но там много семей на гиперхолестерин. Да? Да. Слушай, есть миф, что вот их рацион такой, богатый море рыбы. Там прогрессивные, там, диетические рекомендации и так далее. И много больных семейный. Я, собственно, хотел привести пример. Там уже никого не интересуют 100-летние юбиляры. В свое время им давали серебряную посуду, но потом мои японские коллеги сказали, что кончилось серебро. Кончилась посуда, да. Уже интересуются 110-летними. Так вот, в этой стране с максимальной продолжительностью жизни 14% населения, так же, как в Норвегии, принимают статины. Это не без учета семейной гиперхолестериномии. Таким образом, прежде чем мы комментируем перспективы, сколько в России... А в России знак вопроса, да? Знак вопроса. Мы не знаем, сколько принимают статины, но, на мой взгляд, должны принимать, ну, никак не меньше 14%, а это 20 миллионов. По крайней мере, если взять медиану между Норвегией и Японией, то страна очень высокого риска. Наверное, легко определить по продажам статинов в аптечных сетях? Косвенно. Ну, косвенно. Мы стараемся следить за рынком статинов в России. Действительно, мы с коллегами... Я к тому, что если человек уж купил, так он выпьет. А вот если назначенный он не купил, то он не выпьет. Ну, госпитальные упаковки помогают. Но проблема в том, к сожалению, что рынок России медицинский развивается не по интенсивному пути, по высоким дозам, а по экстенсивному пути. Стало больше принимать, ну, на 6 месяцев. Микроскопические дозы. А ключевой показатель для того, чтобы начала меняться эпидемиологическая ситуация с инфарктами, это процент больных, получающих интенсивную терапию статинами. В разных странах, вот по европейской публикации прошлого года, от 11 до 40 процентов больных в разных странах принимают интенсивную терапию статинами. У нас 2 процента в лучшем случае. У нас ресурс 5-ти кратный для того, чтобы нижнюю планку догнать по Европе, 11 процентов. И вот, по прогнозу экспертов, пару лет назад, ковид, правда, мешался, статина в мире, объем продаж 1 триллион долларов США. Это бюджет двух стран как минимум. Ну, если взять грубые прикидки, это значит, что статины в мире принимают, ну, как минимум, полмиллиарда человек. 400 миллионов человек, полмиллиарда. Это серьезный показатель. Я считаю, что он объективный показатель. Это вот известная, так сказать, цитата. Если звезды зажигают, ну, видимо, кому-то это нужно. Если полмиллиарда принимает человек, кстати, на мере, это кому-то нужно. Поэтому, в общем-то, у нас есть большие перспективы. И я считаю, что страна России очень высокого риска требует, по крайней мере, серьезной перезагрузки по начальным дозам статинов, которые в клинической практике применяются. Вот, собственно, чтобы не быть голословным, публикация в журнале научном 21 года. Разные популяции, разные страны, Франция, Испания, Германия, Нидерланды. Ну, видим, часто здесь встречается 100% и 80%. Комбинированная терапия пока догоняет, что называется. Статина плюс изотемид, ну, 4-6%. А вот ингибиторы ПССКИНАН, КУМАБЭ, лекарства, которые назначаются очень тяжелым пациентам, проценты небольшие, 5-3%. Ну, здесь, собственно, задача и комментарии к этому слайду таковы, что это не попытка как бы сопоставить классы. Статины – это фундамент, это железобетон, и это основа основ терапии. Есть, конечно, попытки коррегировать резидуальный риск липидной, свяженной с гиперлпоа, с триглицеридами, с гиперхолестеринами семейной. Но вот статин – это основа основ. Это основное блюдо. Если там препараты новых генераций – это десерт, чтобы человек был сыт, он должен съесть основное блюдо. Это монотерапия как профилактика. Вот это основа основ. И есть скрытые фигуры. Есть препараты, которые выводятся на рынок в западных странах для лечения, например, больных с непереносимостью терапии. Статинами – это бепендоевая кислота. И козапентаэфир – это козапентаэновая кислота, которая там в исследовании получилась, в исследовании редюсит. Я намеренно здесь расставил российские флажки. Было бы очень желательно, чтобы эти препараты были зарегистрированы в нашей стране, включая Воланес-Санарсен – лекарство для очень редких больных с очень высокими уровнями триглицеридов. У меня есть пациенты и детки, и взрослые с очень высокими уровнями триглицеридов, до 100 мл на литр. Они требуют специальных подходов. И вот лекарство, которое этим больным может помочь. Для регистрации нужно изменение внешних условий, наверное. Потому что какие-то испытания все-таки прежде, чем зарегистрировать, должны пройти. Кстати, такая вот деталь. Препарат Глибера, типа РВАВЕК. Стоимость лечения – 1,2 млн долларов в год. Всего один человек в мире этот препарат принимал. Счастливчик. Но он снят, что называется, с производства, поскольку это, конечно, нонсенс. Ни один бюджет не потянет на одного пациента 1,2 млн. И ряд других препаратов сняты с дистанции по разным причинам. Вот я и называю эти препараты скрытыми фигурами. Это, собственно говоря, разговор не о завтра, а может быть, даже послезавтра. Ну и для того, чтобы быть здоровым, я финиширую, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что я не сильно вас утомил. Я предлагаю вам запомнить или записать номер телефона 03-5-124-2-0. Ноль не курить. Гулять 3 км в день или, по крайней мере, 8-10 тысяч шагов эквивалент. 5 порций фруктов или овощей в день. Одно яйцо можно добавить. Давление традиционно не больше 120 по-систолическому. Общий холестерин для здоровых не больше 4. Уровень холестерина низкой плотности не больше 2 ммол на литр по современным рекомендациям. Ну и, конечно, избегать ожирения и диабета. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо вам за внимание. Спасибо. В «Паскриптуме» нашем, у нас есть рубрика «Паскриптум», я бы хотела вернуться в самое начало. Короткий вопрос. Я так начала с эволюционного аспекта. Зачем эволюция-то нужна? Такую важную вещь вводить. На самом деле вопрос даже, я бы так поставила. В какой момент холестерин стал проблемой? Вот этот важный компонент, это важное вещество, которое входит в состав клеток, то, что вы вначале рассказали, он стал проблемой. У меня есть какие-то ответы, когда человек стал меньше двигаться. Потому что физические нагрузки, ну, по крайней мере, в 20-м веке уже, во второй половине 20-го века они снизились, все эти стиральные машины. Понимаете, о чем я? Личный транспорт. Все это изменилось уже, начиная где-то вот с таких постцивилизационных времен. Диета. Почему тогда человек древний, он питался, сами мы можем себе представить, правда, он двигался быстро. Вот в какой момент холестерин стал проблемой? Когда человек стал курить очень сильно, потому что известно, что фуренья связана, ну, никотин связан с транспортировкой, да? Именно. Как, у вас есть какие-то эволюционные спекуляции на эту тему? Да, я согласен с вами, вы частично на этот вопрос уже ответили. Или знал, продолжительность жизни увеличилась по другим причинам, и, возможно, просто каждый человек стал доживать до своего атеросклероза. Здесь, на мой взгляд, четыре основные причины. Первая, когда. Это английская буржуазная революция, когда появилась промышленность, и человек стал меньше тратить усилий на то, чтобы ужин был полноценным, и современник наш забивает там в Ашане, в супермаркетах, тележку раз в неделю, и потом это все поглощает. Вместо того, чтобы забивать кабана там раз в месяц, да. Это сидячий образ жизни, о чем вы уже сказали, включая вашего покорного услугу. Восемь часов в день за компьютером – это в два раза увеличение риска метаболического синдрома ожирения. Следующий момент – меньше двигаться, безусловно. Наши предки не всегда в пещерах садились около костра с добычей, иногда охота была неуспешной, поэтому я специально акцентировал вопрос в своей лекции о адекватной физической активности. Те калории, которые мы в течение суток поглощаем, должны быть потрачены либо сегодня, либо на следующий день обязательно. Аэробная физическая активность. Ну, наконец, генетика. Такая проблема, как семейная гиперхолестеремия – это отосомно-доминантный тип наследования. Вот интересно, когда она появилась в эволюции. Когда-то появилась. Есть интересная гипотеза, идея. Если посмотреть на известную картину «Довинчи Монализа», у ней специалисты нашли эксантоматоз в области сухожилия. Я посмотрю дома в Альбомире. У меня есть даже специальный слайд на эту тему, но я не стал, что называется, перегружать свой доклад. Вот одна из причин. Тогда уже было. Есть интересная идея. Я, правда, не нашел научных подтверждений. Больные с семейной гиперхолестериномией, 19-я хромосома, отвечает не только холестерином, но и за внешность человека. И люди, которые в кафе встретились, молодая мужчина и женщина привлекательные, возможно, они имеют дефектные гены. Они внешне привлекательны. Больные с семейной гиперхолестериномией. И вот даже такая вот история из моей научной практики. В свое время на одном из конгрессов за рубежом поступали, по-моему, испанские коллеги, делились опытом организации, для пациентов организации, когда они встречаются в кафе, обмениваются рецептами по диете, где меньше холестерина, меньше яиц и так далее. А вот Альберт Вегман, эксперт из Нидерландов, встал и говорит, да вы что, это делать ни в коем случае нельзя. Потому что молодой мужчина и женщина с дефектными генами, известными с семейной гиперхолестериномией, встретились, обсудили диету, симпатия, любовь, ребенок, как минимум с гетерозиготной формой. Вот эта вот генетика и в семейной гиперхолестериномии повинна там 4 основных гена, но в липидном обмене это 100 генов. То есть только статинами можно победить генетику, диета ее не победит. Это следствие. Следствие. Если генотип, фенотип, вернее, семейной гиперхолестериномии, это пожизненная траектория, которую мы можем изменить. Без лечения эти люди погибают от инфарктов, не дай бог, 35 лет. Но вот большинство пациентов в мире и вот в моей практике, и в практике моих коллег доживают до 70 лет, потому что траектория меняется. Это прекрасный пример, что можно изменить. Короткий еще вопрос заключительный. Вот вы упоминали свой опыт, он, конечно, преимущественно в России. Какую-то динамику положительную вы отслеживаете по применению статинов за последние годы? Ну, в поле вашей лидерности. Отслеживая. Все-таки. Отслеживая, стали больше назначать высоких доз, в том числе и разово-статина. Появились брендированные генерики, дженерики, они доступны. И снижение уровня холестерина на 50% и больше. Сейчас доступно, я просто не говорю о препаратах, меньше, чем за 1000 рублей в месяц. Это доступно. Но люди пользуются этой возможности? Пользуются. Это стало доступно для большинства домохозяйств в России. Неважно, где пациент. В Ижевске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Западной Сибири. Меньше, чем за 1000 рублей в месяц можно снижать уровень холестерина больше, чем на 50%. Это статин плюс, например, изотемиб. Даже фиксированные комбинации появились. Это прорыв. Это эволюция. Если раньше наши больные с семейной гиперхолестеринами погибали в 40 лет от инфарктов и инсультов, современные статины, современная комбинированная терапия, образовательные мероприятия позволяют этих пациентов раньше находить, раньше назначить лечение, выправить траекторию в лучшую сторону. Спасибо большое. Нам всем есть о чем подумать. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Спасибо.